Всем привет! Меня зовут Аня Бусил и сегодня будем с вами говорить про портрет идеального клиента и как правильное определение вашей целевой аудитории влияет на контент, который вы выкладываете в социальные сети, либо на сайт, либо куда бы то ни было. Всем своим клиентам я говорю о том, что как только вы действительно поймете, кто ваша целевая аудитория и составите портрет вашего идеального клиента, тогда ваши продажи увеличатся как минимум вдвое. К сожалению, это часто встречается, что люди просто не понимают, кому продают. И вроде бы да, все прописывают пол, возраст, геолокация, то есть самые такие распространенные критерии, по которым определяется ваша целевая аудитория, но по факту люди не понимают, с кем они говорят, они не понимают, кому они продают. Собственно, поэтому возникает разногласие, вы не завершаете сделки с клиентами, поэтому давайте разберемся сейчас в этом подробно. Один из самых простых способов составить портрет вашего идеального клиента, это проанализировать тех покупателей, которые уже совершали у вас покупку. Итак, как же это сделать? Первое. Ответьте на вопрос, кто вам приносит прибыль. Составьте полный список ваших клиентов. Вы можете проранжировать их по среднему чеку, по количеству покупок. Второе. Обязательно выделите тех, кто вас рекомендует. Люди рекомендуют в том случае, если они действительно довольны покупкой, поэтому обязательно относитесь к таким покупателям с большим вниманием, делать им какие-то скидки, специальные предложения, держите их в курсе самых интересных каких-то акций, мероприятий и так далее, чтобы они чувствовали вашу заботу и поддержку. От этого, поверьте, они начнут рекомендовать вас еще больше. Третий очень важный момент. Будьте там, где ваши клиенты тусуются. Не надо агрессивно гоняться за клиентами. Лучше сделайте так, чтобы в местах, где они сами любят бывать, они увидели вас. То есть, если, например, ваша целевая аудитория мамы, то значит, вы должны быть там, где есть мамы, на каких-то детских выставках, мероприятиях. Это будет выглядеть ненавязчиво и гармонично. Если ваша аудитория мужчины, которые занимаются спортом, идите в спортзал, повесьте какой-нибудь свой баннер или оставьте визитки на ресепшене. В общем, будьте там, где ваши клиенты. Обязательно ответьте на вопросы, какой возраст вашего потенциального клиента, в каком социальном статусе он находится, замужем, не замужем, количество детей. В общем, все вот эти вот стандартные вопросы, на которые нужно ответить для того, чтобы выделить вашу целевую группу. Еще очень важный момент, который вы должны понимать. Какие факторы влияют на покупку вашего потенциального клиента? Может быть, это удобная оплата на сайте или доставка день в день, или доставка на следующий день, или отправление экспресс-почты вместо почты России. Вот это тоже обязательно проанализируйте и поймите, что дает мотивацию купить у вас. Почему на этом акцентирую внимание? Возможно, на вашей странице в Инстаграм или на сайте недостаточной информации для клиента, которая бы привела его к покупке. Поэтому, поняв то, как ваши клиенты принимают решение о покупке, поможет вам усовершенствовать ваш сервис в первую очередь. Возможно, ваши клиенты приходят по рекомендациям лидеров мнений. Если это так, если для вашего бизнеса это работает, значит, есть смысл как можно больше и эффективнее сотрудничать с лидерами мнений. Кроме того, вы должны понимать ситуацию на рынке среди ваших конкурентов. Покупают ли у вас люди только потому, что у вас самая низкая цена? Или может быть потому, что вы все-таки несете какую-то ценность? Есть понятие цены, а есть понятие ценности. Так вот, ценность должна быть всегда выше цены. Давайте людям все самое лучшее, хороший сервис, клиентское сопровождение. Еще один важный момент. Не старайтесь быть всем для всех. Почему мы говорим о том, что важно определить свою целевую аудиторию и составить портрет своего идеального клиента? Все потому, что если вы четко сфокусируетесь на этом сегменте людей, то вы выиграете, потому что в погоне за всеми вы в итоге не получите никого. Поэтому обязательно понимайте вашего клиента, какие у него ценности, чем он занимается, что его интересует, на что он обращает внимание, на упаковку, на сервис, на общение, на сам товар, на качество, на натуральность. Вы должны сделать так, чтобы вот ваш клиент только подумал, а вы дали ему уже ответ, вы дали ему уже готовое решение. Почему правильно составленный портрет идеального потенциального клиента прямой влияет на ваш контент? Все очень просто. Когда человек заходит на ваш сайт или в ваш инстаграм, он должен увидеть себя. Да, если вы определили, что ваша целевая аудитория – это мама с тремя детьми, которая занимается спортом, у нее хорошая фигура, она интересуется темами правильного питания, красоты, ухода за собой, она ценит натуральные материалы. Она должна зайти в профиль и увидеть в качестве модели маму с двумя детьми. В качестве домашнего задания я предлагаю вам ответить на 4 вопроса, о которых уже прозвучали в видео, а именно, первое, кто приносит вам больше всего прибыли. На этот вопрос вы сможете ответить, открыв вашу клиентскую базу, или если вы ее не ведете, то постарайтесь вспомнить людей, которые вас уже покупали. Второе, обязательно уделите внимание людям, которые вас рекомендовали, которым понравился ваш товар. Первое, очень детально опишите, кто эти люди, почему они совершили эту покупку, как они себя вели, как они принимали решения о покупке и так далее. Третье, это по демографическим факторам, пол, возраст, социальный статус, семейное положение. Вот, в принципе, чем больше информации, тем лучше. И четвертое, это будьте там, где ваши клиенты находятся, какие у них интересы, где они тусуются, проводят свободное время. Не гоняйтесь за клиентами агрессивно, просто в нужный момент будьте в нужном месте. Вот четыре вопроса, на которые вам нужно ответить для составления портрета вашего идеального потенциального клиента. Соответственно, отвечайте, выкладывайте ваше домашнее задание с описанием. Кроме того, сегодня в Инстаграм я выложу два поста на эту тему, чтобы вы видели перед глазами примеры, чтобы вам было, может быть, как-то проще ориентироваться. Надеюсь, это видео было вам полезно. Всего самого доброго и скоро увидимся!